Мы упростили процесс достижения очень сложного результата. И сейчас каждый может нажать красивую большую кнопку, и большая машина сделает за него всю работу. Этот принцип вам знаком, к примеру, когда вы пользуетесь лифтом. Только сейчас это эмоциональная сфера, интимная в каком-то психологическом смысле этого слова. Итак, мы в первую очередь руководствовались решением своих собственных проблем. И потом уже хотели создать что-то, что помогло бы достичь каждому, достичь успеха в очень чувственном для себя вопросе. Итак, какие проблемы мы хотели решить для себя в первую очередь? Следующий слайд. Для того, чтобы каждый смог проникнуться этими проблемами, я проиллюстрирую их на примере. Представьте себе, вы едете в общественном транспорте на работу, и вам выходить на следующей остановке. И тут в поле вашего зрения попадает девушка, не обращать внимания на которую просто невозможно. И вы бы хотели с ней познакомиться, вы точно знаете, что хотели бы еще раз увидеть этого человека. Но, увы, время, обстоятельства и какие-то внутренние суждения вас от этого ограничивают. Это мы и называем проблемой breaking the ice. Вторая проблема звучит как недостаток общения. Я предлагаю мысленно перенестись к себе домой. За окном вечер, часиков девять, жутко скучно, и очень хочется с кем-то пообщаться. Ну и естественным образом при этом всем не хочется напрягаться, куда-то собираться, уходить. Для девушек это вообще очень долгий процесс. И таким образом актуализируется проблема недостатка общения прямо сейчас. И третья проблема, она очень глобальна. Поэтому предлагаю взглянуть на наши отношения в целом в нашей жизни. Мы зачастую общаемся с теми людьми, с которыми ввиду своей деятельности соприкасаемся. Будь то наши сокурсники или наши коллеги по работе. Плюс мы знакомимся с какими-то людьми, с которыми нас сталкивает случайность. Но довольны ли вы в целом общением, которое у вас есть? Часто ли вы встречаете людей, с которыми вам хочется не просто поверхностно общаться, людей, в которых вы действительно видите своих единомышленников? Где вообще искать таких людей? Вот эту проблему мы и описываем как качество заводимых знакомств. Итак, перейдем к решениям. Для проблемы Breaking the Eyes нам необходим был инструмент, который бы позволял при любых обстоятельствах, вне зависимости от личностных ограничений, проверять на взаимность, свою симпатию и оставлять возможность обратной связи. Этим решением у нас являются эндорфин карточки. Дальнейшая проблема недостатка общения прямо сейчас нуждалась в решении, которое бы позволяло легко и непринужденно в момент, когда актуализируется проблема недостатка общения, общаться с новыми людьми, не создавая никаких личных колебаний и затрат энергии. Таким инструментом у нас является сервис быстрых знакомств от эндорфин. И третья проблема более глобального характера – это качество заводимых знакомств. Естественным образом требует какой-то дополнительной информации о человеке, которому вы хотите посвятить свое время и усилие. И эта информация должна быть живой, жизненной, которая отвечает действительности, его мотивам и интересам. И таким образом мы представляем анализатор социальных связей человека. Итак, эндорфин предлагает решение, которое объединяет онлайн и офлайн составляющую в единое целое. Мы предоставляем очень лаконичные инструменты, которые бы легко позволили каждому удовлетворить свою потребность в полном объеме. Итак, что такое эндорфин карточки? Эндорфин карточки представляют собой вот такой объект, на котором есть уникальный код доступа к профайлу владельца на эндорфин.me сайте. Все, что человеку необходимо сделать, чтобы познакомиться при помощи эндорфин карточки, это передать ее тому, кому у вас есть интерес. Если симпатия взаимна, человек зайдет на сайт, введет код и автоматически будет добавлен в список ваших друзей на эндорфин.me. Знакомство с эндорфин карточками имеет целый ряд преимуществ в реальной жизни. Так как, во-первых, мы решаем проблему неловких ситуаций, неважно, где вы находитесь, будь вы в клубе или вы едете в общественном транспорте, бежите на работу, с карточкой вы всегда можете испытать на взаимность свою симпатию и оставить контакт. Во-вторых, многие люди испытывают трудности в общении ввиду недостатка навыков. Для тех, кто боится что-то сказать первым, карточка вообще развеивает необходимость что-то говорить. Для тех, кто не знает, какой повод найти, чтобы заговорить, это может быть хорошим топиком для начала разговора. И девушки, наконец-то, могут делать первые шаги, не боясь осуждения окружающих, так как часто принято считать таких девушек грубыми или вульгарными. С карточками это выглядит просто как легкий флирт, оставляя какую-то интригу и возможность связи. И, в-третьих, конечно же, немаловажный вопрос конфиденциальности. На карточке нет никакой персональной информации о человеке, и естественным образом вы оставляете только возможность контактировать, и ваша жена никогда не узнает, что вы пользовались этими карточками. Итак, перейдем к следующему инструменту, это Speed Dating Service на Endorphin. Speed Dating Service на Endorphin представляет собой инструмент, который дает возможность общаться со случайными людьми в течение пяти минут при помощи видео, аудио и текстового чата. И если собеседники друг другу нравятся, то по истечению времени они могут добавить друг друга в друзья и продолжить общение на сайте. Таким образом, использование этого инструмента сохраняет время пользователю двумя путями. Во-первых, общение происходит прямо сейчас, и человеку не нужно проходить мимо миллиона офлайн-энкет. И во-вторых, пятиминутный барьер ограничивает вас от нежелаемого общения, которое люди часто чувствуют себя неловко прекратить самостоятельно. И третий наш инструмент – это анализатор социальных связей пользователя. Таким образом, мы используем всю доступную информацию из Facebook, Twitter и Foursquare. Это чекины, друзья друзей, лайки, подписки. То есть все, что человек делает в своей обычной жизни. Мы видим, как себя человек ведет, куда он ходит, чем интересуется. Таким образом, мы позволяем человеку найти для себя максимально интересного потенциального собеседника и сопоставить ваши интересы и мотивы с желаемым собеседником. Сейчас я расскажу про уникальность продукта, про уникальность эндорфин. По сути, все инструменты, о которых рассказал Виктор, это и есть основа уникальности нашего ресурса – эндорфин. Они сами по себе отображают наше видение знакомств в современном мире. Но в целом проблему поиска новых знакомств решают многие. И в чем же эндорфин.me еще уникален? Во-первых, на эндорфин.me нет пользовательского рейтинга. То есть ни за какие деньги вы не сможете как-то выделиться или привлечь себе внимание на эндорфин.me. Все пользователи находятся в равных условиях. Во-вторых, на эндорфин.me нет никаких анкет и нет поиска по ним. То есть вам не нужно тратить уйму времени на то, чтобы создать свою анкету, после чего просмотреть миллионы чужих анкет, выбрать какие-то критерии, подумать, как привлечь в себе внимание и так далее. На эндорфин.me все пользователи узнают друг друга во время общения. И это возможно с помощью видео, аудио, текстового чата, который мы предоставляем всем пользователям. Также стоит сказать, что весь проект полностью реализован на платформе и технологии Paper Vision 3D. И сделано с одной целью, чтобы сделать продукт максимально визуально простым и интуитивно понятным в использовании, чтобы пользователи могли получать удовольствие от самого процесса пользования нашим продуктом. Дальше. Сейчас пару слов буквально про рынок. Вот на слайде вы видите статистику Date Insight Reviews за 2011 год. То есть, судя по цифрам, можно сказать, что рынок большой в мире. А что по поводу Ронета, можно сказать, что рынок быстро развивающийся и явно недооценен по сравнению с рынком США, например. Поэтому можно сказать, что проект ориентируется на быстрорастущий рынок и имеет большие перспективы и преимущества в этом плане. Дальше. Сейчас расскажем, где же тут деньги. Чем мы зарабатываем, на чем. Проект Endorphin имеет четыре основные бизнес-модели. Первая ключевая бизнес-модель – это предоплаченные сервисы. Сейчас попробую объяснить, в чем тут суть. Каждый пользователь Endorphin в своем профайле имеет шкалу гормона счастья. Уровень эндорфина. Уровень… Просто сложно будет объяснить. Спасибо. Уровень эндорфина циркулирует между пользователями внутри ресурса и зависит от их активности на сайте. Уровень эндорфина пользователь может тратить на запросы в онлайн-знакомствах, может тратить на виртуальные товары и всяческие дополнительные возможности. Сейчас на примере про Лесарио, как это работает. То есть я ищу девушку. Например. Я захожу в раздел онлайн-знакомства на сайте, посылаю запрос, девушка, допустим, его принимает, и мы мило общаемся в видеочате в течение пяти минут. В процессе общения я отдаю свой уровень эндорфина, а девушка его получает. То есть таким образом мы, таким образом популярные пользователи эндорфин имеют возможность пользоваться всеми возможностями эндорфин без каких-либо ограничений совершенно бесплатно. Но при нехватке эндорфина пользователь может пополнить свой уровень эндорфина за символическую плату, либо же подождать, пока он сам восстановится. То есть через какое-то время он восстанавливается, но если человек хочет активничать, он должен за это заплатить. Как-то так. Второй бизнес-модель, ну и третьей мы ее объединим, есть продажи виртуальных и реальных товаров. По сути это относится к продаже эндорфин-карточек в разделе магазин на сайте, а также продажа виртуальных подарков на сайте. То же самое. И последняя модель, это модель Papersell, это уже B2B модель. Тут мы заводим партнерские отношения с компаниями, которые ориентируются на пользователей нашего ресурса как на свою целевую аудиторию. То есть это может быть и будет и есть какие-то рекомендованные места для первых свиданий, это может быть цветы, подарки и так далее. Дальше. Тут сейчас расскажу про инвестиции. То есть по сути проект сейчас находится на стадии готовой бета-версии. То есть он полностью проинвестирован его основателями и уже потрачен год на его разработку. И проект для агрессивного выхода на рынок и дальнейшего развития нуждается в инвестициях, конечно. Но не просто деньги, а именно умные инвестиции. То есть по сути проект нуждается в 200 тысячах долларов, которые будут потрачены на развитие продукта, на расширение команды технической, на маркетинг и разработку мобильных приложений. Вот на следующем слайде вы можете увидеть соотношение растрат примерно. И дальше продолжит Виктор. У вас осталась минута. Напоследок хочу сказать про команду. Следующий слайд. Ядро команды представляем собой мы с Артемом, мы ко-фаундеры. Вся техническая сторона сейчас работает по системе аутсорсинга. Но также у нас присутствует advisory board, который курирует наш проект своими советами и опытом. Это Василий Кривонос, сертифицированный PMP. У него более пяти лет успешных software development. И также юридические консультации нам предоставляет Андрей Гук из компании LBBK. Мы также ищем CTO. Так что если есть интересующиеся личности, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Для Вашей девушки, наверное, первичная? Нет, на самом деле у нас не ориентировано только на девушек или только на парней. Мы как раз хотим... Может быть, это является... Просто к тому, что Вы парней без девушек не пригласите туда? Совершенно верно, да. Естественным образом мы говорим о том, что этот инструмент очень полезен девушкам. Чем это может быть интересно девушкам? Тем, что есть инструмент для них, который позволяет им делать то, что они не могли делать без этого. Соответственно, ну, конечно, мы будем привлекать искусственным образом аудиторию, какую-то это могут быть молодежные студенческие организации. А что они не могли делать без этого? Я говорил о том, что девушкам сейчас сложно делать первые шаги, проявляя симпатию к молодым людям, так как часто они подвергаются осуждению со стороны окружающих или общественному мнению, что это как-то грубо или вульгарно. Серьезно, например, первую тысячу пользователей Вы как планируете привлечь? В основном СММ плюс какие-то БТЛ-акции будут свои. Вы подходите к девушке с карточкой, а она Вам в лицо там баллончиком с газом. Или карточку Вы вручили, а с наседания придет молодой человек такой с бицепсами, кому-то там немножко додает по бокам. Как Вы на интернет реагируете? Будут такие варианты? Такие варианты есть всегда, в любом случае, если Вы можете подойти к девушке и сказать привет, и Вам набутсует завтра оббитой. Тот же эффект, в общем, ситуация ничем не отличается. Карточка не является каким-то пошлым заигрыванием, это всего лишь проявление симпатии. На карточке есть маленькое объяснение, что эта карточка не что иное, как просто проявление моей симпатии к Вам. Если Вам интересно со мной общаться, пожалуйста, свяжитесь со мной по каким-то координатам. Можно вопрос? Пожалуйста. Вот карточка, если не ошибаюсь, 69 гривен стоит, да? Это стартап-пакет, который включает в себя не только карточки, это отправная точка начинающего пользователя, один из вариантов. 69 гривен за карточку, плюс 49 гривен за каждую последующую карточку. 10 карточек, прошу прощения. А, 10 карточек, окей. Что мне мешает распечатать тысячу карточек за 100 гривен в типографии, своих визиток и раздавать их? Я Вам дам, подарю карточку, и Вы поймете, в чем разница между теми, которые Вы распечатаете за 100 гривен. Не, не, не надо, спасибо. На самом деле себестоимость этих карточек очень большая. Открою Вам секрет. Себестоимость этой карточки 2 гривны обходится нам. Поэтому мы не можем себе позволить… А, ничего не мешает, пожалуйста, Вы можете напечатать карточки, сделать свой сайт, дизайн, донести эту идею, все что угодно, Вы можете сделать это сами. Хорошо, вопрос следующий. Чем это лучше, чем визитки? Очень популярный вопрос. На визитке, во-первых, раскрывается очень много информации о самом человеке, где он работает, его телефон, имя, все что угодно. По разным причинам это может быть непривлекательно. К примеру, у Вас не милозвучная профессия, или Вы женаты, к примеру. И к тому же визитка, она, в общем-то, не так, скажем так, оригинальна. Потому что девушка, которая получила визитку, ну, определенный круг девушек, конечно, нормально к этому отнесется. Но если Вы просто ткнете девушке в лицо свою визитку, как бы ничего об этом не сказав, то, я думаю, скорее всего, она полетит в урну. Это Ваше мнение. Вот такой вопрос. А чем эта карточка, которая без личной информации, почему она должна заинтересовать девушку? Ну, то есть, вот если Вы подходите, начинаете общаться, это как бы одно, можете уже сказать свое имя, Вы не боитесь. Но Вы даете карточку, которая… Ну, вот Вы же намеренно говорите, что она не несет никакой личной информации. Ну, в чем интерес ее? Это же наоборот человек, он говорит, что я закрыт, я не хочу общаться. Хороший вопрос. Я отвечу таким образом. Карточка не несет никакой дополнительной функции. Она не сделает Вас красивее, умнее, сильнее. Все, что Вы даете, как бы, человеку понять этой карточкой, что ты мне нравишься. Если я тебе визуально нравлюсь, у меня просто, допустим, сейчас неудобная ситуация говорить. Тоже метро. Вы не подойдете к девушке, не начнете разговор. Но Вы можете дать ей карточку, если Вы визуально ей нравитесь. Она последует, в общем-то, рекомендациям, написанным на ней. Это будет большой комплимент для тебя. А у нас тут так много девчат, может, они что-то скажут, а то как раз про них говорят, а… Дайте девушке карточку. Скажите, пожалуйста, у Вас будет какая-то внутри сайта, после того, как я получила карточку, да, человека, я зашла, что я о нем буду знать? Отзывы там. Почему вопрос такой? Что я о нем буду знать? Откуда я узнаю, что он там, а не маньяк, не женатый, еще там куча списков, целый список таких вещей, которые, да, там, меня могут остановить от общения дальнейшего с ним. Мы делаем акцент на том, что мы позволяем пользователю быть конфиденциальным, приватным. То есть мы даем инструмент для общения, по сути, который Вам, в свою очередь, как получателю карточки, также дает возможность пообщаться с человеком. Вы точно так же не говорите ему ничего о себе, Вы не говорите, как бы, есть ли у Вас муж там, я не знаю. Но у Вас есть возможность узнать человека поближе при помощи видео, аудио и текстовых инструментов. И в дальнейшем, когда Вы пообщались с человеком, Вы можете узнать его ближе и назначить, допустим, следующую встречу. Вы просто понимаете, да, как людям сложно будет смеять мамбу на Ваш вот этот, получается, сайт? Думаю, нет. Окей, Александр Владарский, Владарик.ком. У меня вопрос, на самом деле, против карточек. Почему Вы считаете, что карточки вообще сделают для Вас что-то, если в первую очередь они Вам дорого обходятся? Я думаю, что доходы от него будут маленькие, и Вы на него очень много ресурсов потратите, там, доставка и все такое. Почему Вам полностью не сконцентрироваться? У Вас очень, ну, хорошая концепция геймификейшна внутри, там, эти пятиминутные или пятисекундные, сколько там общения, все эти уровни, чего бы там это ни было, да. А если Вы будете концентрироваться и на оффлайне, причем сложном оффлайне, это дистрибьюция карточек, это, ну, не так легко. Спросите, вот у Розетки недавно рассказывала на ВОКСе. И получается, что Вы просто потратите кучу энергии на то, что не принесет Вам много денег, а в том, чем реально Вы можете завлечь людей, Вы просто… Окей. Вы заметили, кстати, что получается, Вы делаете презентацию уже несколько раз, и получается, каждый раз слушатели Ваши не улавливают. Вот Вы же на IDC еще рассказывали, только на IDC несколько людей поняли, что карточка – это как бы секси. И вот ходили люди некоторые на IDC и просто были вдохновлены этими карточками, говорили, как это круто. То есть, а вот презентация, получается, вот на Айне, да, был там, краш-тест, то есть тоже люди не поняли, там Слава Баранский ответил Вам, что Вам вот про это нужно говорить. И здесь тоже… Вам пиарщика надо сменить. Да, то есть здесь тоже люди вот видят карточки, то есть там был самый момент, что именно знакомство с этой карточкой – это очень такая сильная эмоциональная составляющая. В общем, ребята, стоп, давайте так. В двух словах. Карточки анонимные, Вам кто-то ее куда-то засунул в карман, Вы ее нашли? О, круто, обращаюсь. Это вот просто вот в двух словах их презентация. Вопрос теперь другой. То есть для тех, кто понял, я-то, в общем-то, понял, Вы не боитесь того, что карточку, которую, вот, грубо говоря, я отдам девушке, а девушка будет знать, что это эндорфин, она возьмет ее, отксерит 10 тысяч раз и раздаст по всем гей-клубам города? Как с этим вот Вы планируете бороться? Да, очень часто люди путают этот уникальный код, о котором я часто говорю, с ID ВКонтакте или Фейсбуке. Это не так. Этот код является одноразовым. То есть одиннажды его человек использовал и в дальнейшем он уже… Да, только один гейз один. Вы можете его удалить потом. Гомофобские настроения. Главное, Друсенко. Все-таки два вопроса. Первый, возвращаясь к визиткам, что мне мешает специально для знакомств себе распечатать визитку? Я там напишу «Call me» и «Мой телефон». И все. И точно так же никакой информации обо мне. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот представим себе, что эндорфин стал суперпопулярным, новый ВКонтакте и все такое. Девушка вышла на улицу, получила там три карточки этих. А понравился только один человек. Как она узнает? Там три номерка. Как она узнает, какой ей надо на сайте внести? А у нее там в кармане, они все перемешались. Да. Первый вопрос Вы продублировали. Я уже ответил на него. Вы, конечно же, можете написать все, что угодно на салфетке, на кусочки тряпочки, все, что вам нравится. Просто мы специально делаем, отвечая на вопрос еще Александра, почему мы акцентируемся на карточке. Потому что мы считаем, что это эффективный инструмент. Мы специально делаем дорогую полиграфию. Мы специально тратим много денег на то, чтобы это было приятно держать в руках. Это является также имиджевый инструмент. То есть, опять же, вы можете использовать, как вам хочется. Второй вопрос, как определить? Вы заходите на сайт, вводите эти циферки, и перед вами есть лицо человека, который вам его дал. Соответственно, вы можете визуально определить человека, который вам его подарил. Ну, значит, это проблема человека, который… Все, время истекло. Давайте…